Привет, красотка! И сегодня мы с тобой поговорим о такой насущной проблеме, как синяки под глазами. Что это такое, что за явления, почему они вообще есть, почему они нам мешают жить, как от них избавиться в кратчайшие сроки, то есть буквально там типа за 15 минут, а также что нужно изменить в нашем образе жизни или какие привычки поменять или наоборот привить, чтобы не встречаться с этим явлением. Еще раз привет, красотка! И это я, Сашка, из будущего. Я не займу больше минуты, ну, может быть, немножечко больше минуты, конечно, займу, но ты не пожалеешь, я тебе уверяю, потому что я к тебе пришла с обалденной просто новостью. В общем, те, кто подписан на меня в инстаграме, уже немножечко в курсе о том, чем я занималась последние полгода примерно, начиная с идеи до воплощения. И, в общем-то, та-да-да-дам! Вот оно самое! Вы бы знали, как дорога мне эта коробочка, все, что с ней связано, все, что внутри. И, да, нужно, наверное, сказать, что вообще происходит. Это мой первый в жизни бьюти-бокс, и внутри него столько бьюти-ништичков. Я вас уверяю, совсем скоро вы узнаете о том, что там конкретно внутри, как получить эту коробочку. Спасибо вам большое за такой теплый прием. Я не могу сделать вот так, потому что здесь микрофон, и будете шуршать. Спасибо большое за такой теплый прием коробочки в инстаграме, потому что я молдилась парочкой слов об этом. Просто нереальное было количество теплых положительных отзывов о том, что вы все хотите получить мой бьюти-бокс, и это очень приятно. Ху, чего здесь только нет, девочки. Но, на самом деле, здесь есть только то, что я люблю всем сердцем. В общем-то, следы за моим ютуб-каналом. Совсем скоро, а именно послезавтра, выйдет видео, в котором я разыграю три первых бокса. Первых три бокса, три первых бокса. Три первых бьюти-бокса среди моих подписчиц. И уже 6 декабря, то есть это вообще считанные дни остались, выйдет полноценное видео со всем содержанием, где я вам полностью открою тайну того, что внутри, того, как оно создавалось. И, собственно, 6 же числа начинается старт продаж. Я вас, красотки, очень сильно люблю, и поверьте, если бы не вы, если бы не каждая из вас, то вот этого, вот этого, в общем, бокса этого бы в помине не было. И, наверное, стоит попрощаться, и вы продолжите дальше смотреть ролик. И встретимся совсем скоро. Одна из распространенных причин появления мешков и синяков под глазами, это обезвоживание. Дело в том, что наш запасливый и умный организм, если ему не хватает воды извне, он ее накапливает у себя. И накапливает здесь тоже. Так что, красотки, очень важное бьюти-правило выпивать по 8-10 стаканов воды в день. И, возможно, уже изменив этот пункт, вы попрощаетесь с мешками под глазами. Также в этом же пункте стоит сказать о том, что нужно снизить потребление алкоголя, соленой пищи, кофеина. Это все способствует застаиванию воды в нашем организме. Второй распространенной причиной может быть неправильный сон и недостаточный сон. Не знаю, стоит ли говорить о том, что нужно спать 8 часов, это нормально, чтобы быть здоровыми. Но здесь важно даже не то, сколько вы спите, а то, как вы спите. Если вы привыкли спать на животе, на боку, именно такие позы по силе притяжения застаивают нашу воду вот здесь. А если же вы будете спать на спине, я знаю, что это не всегда очень удобно, еще и подложив вторую подушку, чтобы вам было комфортно, удобно шее и голове, чтобы был эффект такой вот приподнятости, чтобы у вас голова, наоборот, не закатывалась, а служила как бы таким оттоком воды с нижних вес. Если вы терпимы к прохладной воде, то умывайтесь именно к прохладной, больше к холодной температуре. Дело в том, что теплая и горячая вода, они как раз-таки способствуют образованию отеков, что подчеркивает темные круги под глазами. Следующая полезная привычка, это делать массаж ваших век. Такой массаж хорошо разгонит кровь, потому что при застое кровь в сосудах темнеет и просвечивая через тонкую кожу наших век, придает им темный оттенок. Массаж это делать очень просто, вам нужен любой крем для области вокруг глаз. И аккуратно похлопывающими движениями мы двигаемся пальчиками с верхнего века по кругу к нижнему. Так, чтобы наши движения были от внешнего уголка глаза к внутреннему. Также особенно часто синяки и мешки под глазами замечаются у тех, кто, во-первых, мало двигается, а во-вторых, у тех, кто мало бывает на свежем воздухе. Поэтому, спасибо за сообщение. Поэтому, девочки, гуляем побольше, проветриваем помещение, в котором мы находимся, и прощаемся с синячками. Ну, а сейчас мы поговорим о такой скорой помощи. Это когда, знаете, у вас буквально с утра 15-20 минут, и вы понимаете, что сегодня какой-то важный день, и у вас просто невероятные круги панды под глазами. Нужно что-то сделать. Первое важное действие, которое вы должны сделать, это быстро положить 6 ложек столовых в свой морозильник и оставить их там примерно на 5 минут. Лучше всего, если у вас они всегда там будут лежать. С утра вы не будете тратить на это время и просто возьмете их уже холодными. Что мы делаем с ложками? Как вы понимаете, конечно же, прикладываем к нижним векам. Вот этот вот холодный эффект от металлических ложек способствует оттоку жидкости от нижних век и быстро снимет отечность. То есть, вы берете 2 ложки, держите их, пока они не станут теплыми, меняете, другие ложки берете. И так, как бы, пока все ложки вы не используете, все 6 ложек. Следующий важный и очень действенный пункт это патчи. Но у меня не было дома патчи под глаза, поэтому я решила сделать их сама. И, кстати, вы тоже можете так делать. Я взяла 2 пакетика ромашки, можно взять просто зеленый чай, немножечко заварить их в кипятке, затем слегка отжать и положить на свои глаза. Но придется полежать вот так вот минут 10. Конечно, патчи намного удобнее тем, что ты их наклеил и ходишь, делаешь свои дела. Но когда их нет, можно и полежать. Ну а дальше мы вооружаемся косметикой и пытаемся замаскировать синяки под глазами, только многие девочки это делают неправильно. Очень распространенная ошибка замазывать синяки под глазами более светлым консилером, нежели твой тон кожи. На самом деле это только подчеркивает в течение дня синяки под глазами, поэтому, девочки, мы используем оттеночные консилеры, которые помогают скрывать определенный цвет. Например, синий цвет нейтрализует оранжевый, желтый цвет нейтрализует фиолетовый, наоборот, фиолетовый цвет нейтрализует желтый. Вот смотри, на этом фото наглядно показано, цвета, которые расположены напротив друг друга, являются взаимонейтрализующими, так сказать. Таким образом можно не только маскировать синяки под глазами, а, например, покраснение скрывать зеленым консилером. Так что пользуемся вот этими лайфхаками и перекрываем наши синячки нужного цвета нужным цветом. И уже сверху наших разукрашенных нижних вверх мы проходимся тональниками или тем, чем вы обычно проходитесь. По всему лицу BB крем, то есть не нужно просто так оставлять вот здесь вот накрашенные треугольники под нижними веками, а все остальное оставлять без покрытия. И еще один момент, не забывайте немножечко, буквально слегка припудрить вот эту зону, потому что консилеры содержат намного меньше увлажняющих свойств, нежели тональные кремы, например. Но намного больше именно пигмента, поэтому в течение дня он может скатываться, особенно вот в этих местах. Ну вот, красотки, в принципе, все, что я хотела сказать по этой теме. Очень надеюсь, что видео вам было полезно. Конечно, существуют такие случаи, такие ситуации, когда теньки под глазами это не следствие недосыпания, не следствие обезвоживания организма, а это просто, например, вены, которые просвечивают через нашу тонкую кожу. Но сегодня мы говорим так, о традиционных методах, о каких-то привычках, об образе жизни и также о скорой помощи, когда вот за 5 минут нам нужно сделать нормальное свеженькое личико, а не глазопанды. Ну а вам, красотка, спасибо большое за просмотр, улыбайтесь чаще и помните, что я вас очень сильно люблю. Пока!